друзья всем привет я наталья носова и мы с вами в рубрике утренний отбор на канале дарвиновского музея и сегодня я хочу с вами поделиться интересным открытием касающимся одного удивительного растения которое совсем недавно было описано учеными называется это растение непентос пудика это растение было обнаружено на острове калимантан его северной части но и собственно говоря прежде чем мы поговорим о нашем сегодняшнем основном героя давайте вспомним вообще кто такие непентосы непентосы это хищные растения как правило хищные растения живут на довольно бедных почвах соответственно они не могут из почв извлечь необходимое им количество питательных веществ и чтобы восполнить недостаточку питательных веществ они используют самые различные приспособления для того чтобы ловить различных мелких животных и беспозвоночных иногда даже позвоночных и использовать их ну как нормальные хищники ими питаются и у разных растений существуют разные приспособления разные механизмы поимки добычи в этом смысле непентос очень интересно у них формируются такие специальные ловчие кувшинчики иногда эти кувшинчики могут быть довольно большими но кстати говоря вообще известно около 600 видов растений хищных которые питаются животными и среди них примерно треть составляют непентосы то есть их довольно большое количество видов максимально разнообразие непентосов в индонезии но они также встречаются некоторых других местах есть непентосы в австралии есть немножко видов на мадагаскаре в новой зеландии но все-таки основной такой центр их разнообразия это индонезия ну и разные виды непентосов отличаются устройством и размером кувшинчиков ловчих эти кувшинчики образуются как правило на листах то есть остается часть листа которая выполняет функцию фотосинтеза зеленая часть листа она краю листа на его конце формируется ловчий кувшинчик который иногда может быть довольно большого размера и у некоторых непентосов кувшинчики такого большого размера что даже такой зверек как тупая может использовать эти кувшинчики в качестве унитазов на краю кувшинчика находится крышечка и там же находится шелеза который выделяет специальный сладкий секрет привлекающий животных и вот когда тупая садится на край этого кувшинчика для того чтобы слизывать сладкий секрет с его крышечки в этот момент она испорожняется ее испорожнение ровненько как унитаз попадают в кувшинчик и таким образом восполняет недостатку минеральных веществ но чем же необычен наш сегодняшний герой да это тоже непентос и у него тоже есть ловчие кувшинчики но большая часть его ловчих кувшинчиков располагаются не над землей как у других видов непентосов а располагается под землей собственно говоря поэтому это растение получило такое имя непентос пудика что означает непентос стыдливый ну и собственно говоря как происходит процесс поедания непентосами добычи происходит он следующим образом часто край непентоса скользкий и животное садясь на край непентоса поскальзывается и попадает внутрь кувшинчика а кувшинчик заполнен жидкостью которая содержит довольно большое количество ферментов аналогичных пищеварительных ферментов в наших желудках например ну и соответственно этот жидкость которая внутри кувшинчиков находится она еще такая довольно вязкая и животное не может оттуда выбраться со временем она постепенно переваривается ну как я уже сказала в основном все непентосы ловят свою добычу над поверхностью земли но вот стыдливый непентос научился делать это под землей большая часть его кувшинчиков расположена именно в подземной части то есть она формируется не не на листьях она формируется на подземных побегах и эти кувшинчики отличаются во первых они большие во вторых они с очень толстыми стенками они должны быть прочными поскольку находится под землей и они не должны придавливаться или раздавливаться верхним слоем земли видимо именно по потому что кувшинчики спрятаны под землей так долго ученые и не могли понять что это какой-то особый вид непентосов необычный сверху тоже формируются кувшинчики но как правило их очень мало ну и они имеют в общем довольно скромные размеры по сравнению с подземными если подземные достигают длину 11 сантиметров и шириной могут быть до пяти с половиной сантиметров то надземные лов в общие кувшинчики значительно меньше максимально они могут быть длину до семи сантиметров и шириной около двух сантиметров так вот ученые безусловно обнаружив новый вид непентосов решили изучить а кто же является объектами его питания и они внимательно изучили содержание нескольких ловчих подземных кувшинчиков и в этих кувшинчиков обнаружили довольно большое количество добычи порядка 1780 останков животных остатков принадлежащих к 40 разным систематическим таксонам кто же был в этой добыче в основном конечно это были животные которые обитают либо на почвенной подстилке либо в почве это были различные крещи это были жуки но 98 процента всей добычи составляли как это не удивительно муравьи то есть это такой вид непентосов который почти исключительно питается муравьями ловит почти исключительно только такую добычу ну и еще интересно кувшинчики с одной стороны используется для ловли да и то есть там есть вроде бы пищеварительные ферменты но с другой стороны это такая влажная среда которая привлекает и животных симбионтов которые в этой среде неплохо обитают давно уже было известно что например некоторые амфибии используют надземные ловчие кувшинчики разных видов непентосов для того чтобы откладывать туда икру там же могут жить например личинки комаров но а вот когда изучили животных симбионтов нашего сегодняшнего героя стыдливого непентеса то оказалось что обнаружили даже совершенно новый вид животных который прежде науке был неизвестен это один из видов кольчатых червей который пока нигде кроме кувшинчиков непентеса стыдливого не были обнаружены так что видите одно открытие цепляет за собой другое что же будет дальше интересно какие еще сюрпризы преподнесет нам это удивительное растение ну что ж друзья вот такое вот необычное открытие было сделано но совсем недавно это растение было описано в конце июня этого года ну а разбудил нас сегодня с вами вовсе не крик непентеса а крик другого животного который также обитает на кремонтане это удивительное животное называется дымчатый леопард кстати говоря дымчатый леопард это единственная полусаблезубая кошка размер его клыков превосходит размеры всех клыков других кошек ну конечно относительно размеров тела спасибо вам за внимание мы всегда рады встретиться с вами приходите к нам музей у нас интересно разнообразно сейчас мы с вами находимся на крыше выставочного комплекса здесь проходит замечательная выставка она называется москва среда обитания и у вас есть еще возможность с ней познакомиться здесь много всего очень любопытного всем пока